Чувство влюблённости хотя бы однажды испытал каждый человек на земле. Даже самые хладнокровные, циничные люди ощущали глубокую привязанность и симпатию к другому человеку. Часто люди, переживая подобные эмоции, задают себе вопрос. Любовь это или желание быть рядом с другим человеком, и вызвано оно рядом других причин, например, страхом одиночества. И вообще, что такое любовь? Дать точное определение любви не смогла даже современная наука. Одни люди уверены, что это чувство зарождается где-то в душе человека. Другие же убеждены, что любовные переживания – это всего лишь реакция организма на гормоны. Чаще всего люди описывают состояние влюблённости так. Любовью можно считать, когда один человек ощущает чувство сильной привязанности к другому человеку и может совершить для объекта своей любви какой угодно поступок без всяческого материального поощрения. С психологической точки зрения наука даёт такие определения любви. Любовь – это отравление организма человека натуральным внутренним гормоном – окситоцином. Благодаря ему человек испытывает потребность одаривать своей любовью других людей и быть любимым. Любовь – это нервное расстройство, при котором человек совершает необдуманные поступки, пребывает в состоянии прострации, наблюдается ухудшение памяти. Любовь – это обычная привычка двоих людей, которым удобно и комфортно быть рядом. У них выработалась привычка друг к другу, и вместе они считают себя счастливой парой. Но каждый человек вправе выбирать верить подобным определениям или думать, что любовь рождается в сердце, остаётся там жить навсегда. Отсутствие любви негативно сказывается на душевном состоянии и психике людей. Психология говорит, что любовь жизненно необходима и крайне важна для полноценного личностного развития человека. Давайте тему эту продолжим. В студии Игорь Любачевский, клинический психолог. Доброе утро. – Доброе утро. – Игорь, доброе утро. – Ну и всех с праздником. – С праздником. – Спасибо. – Вас тоже. – Итак, а любовь, она откуда берётся? Почему вот к одним людям мы абсолютно равнодушны, а вот глядя на какого-то определённого человека, у нас сердце бьётся чаще? – Ну, вы много объяснили уже про любовь, да? Я немножко скажу, что все описания, которые вы приводите, для объяснения этого феномена любопытного, большого и самого большого вообще в жизни человека, всё-таки всё начинается с биологического аспекта. Вот. И когда вы говорите, что происходит с человеком, когда мы видим какого-то человека там, и в кого-то мы сильно влюбляемся, а в кого-то нет, конечно, биологические предпосылки, связанные с половым влечением, связанные с нейромедиаторами, отвечающими за гормональную перестройку и взаимоотношения с людьми, они всё-таки первичны. Тем более, когда дело касается поисковой активности, тем более, когда дело касается подросткового возраста, ну и молодого возраста тоже. – А что запускает вот этот химический процесс? – Гипоталамус. То есть у нас есть в головном мозгу отдел, который отвечает за эмоциональную регуляцию поведения. И чисто биологически, если животные, у них как бы поисковая активность, ну, естественно, и там особенно не разгуляешься, ну, то есть, в общем-то, выбора не особо много, и там нет понятия влюблённости, да, то у человека всё намного сложнее. Поэтому мы всегда говорим, что есть биологический аспект, да, он всегда лежит в глубине, и он как бы запускает и помогает этому процессу быть ярким. Химия появляется. А потом есть психосоциальный аспект, который уже является надстройкой, и там мы уже говорим о выборе партнёра, о взаимоотношениях с партнёром, о привязанности к партнёру и о построении каких-то более глубоких отношений. – Но тем не менее есть фраза, ну, как фраза, есть такое произведение. «Любовь живёт три года». – Ну, смотрите, вообще, давайте я к этому сейчас приду, я кое-что ещё хочу объяснить. Чем разница между влюблённостью и любовью? Люди многие задумываются, да, и вот как раз про три года – это как раз переход от влюблённости к более зрелой форме любви. Вообще их три стадии всего. Первая стадия называется стадией похоти или стадии страсти. Вот она как раз обусловлена в большей степени биологическим аспектом в отношениях, да. Вторая стадия – это стадия притяжения. Это когда мы начинаем заниматься поисковой активностью, у нас там фокусируется взгляд, мы теряем память, мы нервные, мы там возбуждённые, мы неловкие, мы рассеянные. И при этом мы очень сильно выделяем кого-то на общей конве нашей жизни. Это стадия притяжения. Это оформляет нашу в целом поисковую активность партнёра. И третья стадия – самая важная, самая долгая. И обычно у людей она длится намного дольше, чем у тех же самых животных. Даже если мы сравниваем себя с лебедями, когда говорим о лебединых парах, у них стадия привязанности есть, но в период как раз весны у них появляется новая поисковая активность. Так вот, когда дело касается химии, вначале, конечно, мы очень сильно включены, воплощены в человека. Потом химия немного снижается. И на этом этапе происходит как раз эволюция. Влюблённость в любовь она наполняется различными компонентами, ценностей, совместных планов, ожиданий, целей и так далее. И это уже формирует такой большой канат под названием привязанность. И вот получается, вот этот весь биохимический процесс, он перерастает в некие уже психологические механизмы. Да, всё верно. Вот каковы они, каковы основные психологические механизмы вот этих вот взаимоотношений, привязанностей, и от чего зависит крепость? Ну, смотрите, есть такое расхожее выражение, что мы склонны идеализировать объект своего, в общем, выбора, да, своей любви. Это правда. То есть на фоне влюблённости мы многие вещи в партнёрах не замечаем. И как раз после первого года отношений, после второго, после третьего года отношений происходит несколько вещей, которые могут подорвать эту самую привязанность или, ну, ухудшить отношения, да. Первое – это как раз снятие вот этих вот… Розовых очков. Розовых очков, да. Когда ты видишь, что оказывается, мой партнёр, ну, ну, он что-то не очень может быть там иногда. Вот. И какие-то вещи… Косолапится. Косолапится. Палец вот так делает. Что-то такое вот с ним происходит, да. И я думаю, что, ну, как я могла вообще выбрать такого, да. Вот. Вот это снятие розовых очков – это один из факторов. Второй фактор – это обнаружение, что для построения отношений нужно что-то большее, чем первый опыт, да. И вот там как раз возникают проблемы часто. Мы начинаем тащить в отношения те способы, которыми мы научились решать проблемы. У каждого же разные семьи, да. У кого-то в семьях во время конфликта молчат, да, там, игнорируя друг друга, надеясь, что завтра будет лучше, и мы поговорим. У кого-то, наоборот, там очень такая итальянская семья, и они там прям ругаются вдрызг просто, в дым, и все, и потом там вещи уносятся из квартиры, и что-то еще происходит. Но каждый из нас копирует поведение своей семьи. Да, да. И приносит его на свою новую семью. Это совершенно нормально, да. Но вот это вот столкновение вот этих прошлых способов, ну, как бы проникая в эти любовные отношения, может сильно ухудшить, потому что мы часто это еще и принимаем на свой счет. То есть типа это ты со мной так, вот, вот, значит, как ты. Так вот зря я за тебя выходила замуж, да. Вот это вот столкновение нынешней привязанности с прошлыми способами построения отношений часто ухудшает отношения. И вот когда мы говорим о крепости, да, вот, одно дело – это биология, ребят. Другое дело – это жизнь, да, и столкновение того, что любовь там, влюбленности, была прекрасной, потому что мы сфокусированы были на партнере. А вот два года проходит, мы сфокусированы на работе, на быте, на детях, да. И вот дальше-то как-то выделять партнера уже сложнее. И поэтому есть ряд, наверное, рекомендаций для всех пар, которые, наверное, нас сегодня слушают. Ну, перейдем. Да. Первое, наверное, правда, старайтесь выделять своего партнера. Почему? Потому что обыденная жизнь и обыденность, и рутина, она во многом заставляет нас чувствовать себя одинокими. То есть партнеры в норме сначала сближены, а потом они постепенно отдаляются. Так вот, как раз задача проявлять усилия по сближению. Второе, старайтесь точно отделять нынешнего партнера от своих способов взаимодействия. Тем более, если вы понимаете, что это мешает или ухудшает ваши отношения, хотя бы учитесь с этим правильно работать. Вот, разговаривать, обсуждать, выяснять. Ну и последнее, наверное, проводите немного больше времени. Именно времени, как бы немножечко за рамками бытовухи. Почему? Потому что если ты проводишь время в квартире, люди почему-то путают, да, когда, особенно женщины говорят мужчинам, ты не уделяешь мне внимания. Ну, типа, я же с тобой сижу, вот мы вместе два часа телевизором смотрим. Да, но это не то внимание. Внимание, то, которое важно, это эмоциональное присутствие. Когда мы не просто в одной комнате сидим, и каждый занимается своим делом, это как раз именно про включенность. Вот поэтому на третьем, наверное, рекомендации старайтесь включаться в партнера, уделять ему действительно внимание и эмоционально разделять его переживания. Отношения – это очень большая работа. Факт. С двух сторон. Ну, не только тяжелая, я бы сказал. Не, ну, хорошая, приятная работа в любом случае. Наша, наверное, задача в отношениях – сделать так, чтобы эта работа была приятной. Спасибо большое, Игорь. Это очень важная, очень нужная и очень интересная тема, тема любви. И она, мне кажется, бесконечно обсуждать ее можно очень долго. И утра на это уж точно не хватит. Спасибо большое, что были с нами этим утром. Спасибо. У нас в студии Игорь Любачевский, клинический психолог.